Вообще-то в этой игре все делает человек сам. Помните, мы говорили, Будда говорил, ибо сам человек оскверняет себя, сам человек совершает зло, не оскверняет себя, он тоже сам, не совершает зла, он тоже сам. Получается, что все мы делаем сами с собой. Сейчас сделаем такое упражнение, оно называется «Челнок». То есть мы с вами будем развивать нашу способность уметь описывать свои мысли, эмоции и ощущения. Это, на самом деле, непросто. Потому что, вот смотрите, допустим, это потом техника выслеживания, допустим, у вас болит колено. За этим ощущением стоит эмоция какая-то мысль. О, да какая у меня эмоция в этой поле в колене? Да, это же колено. Ну, то есть, вот это нужно нарабатывать. И плюс еще связь с событиями. На какой момент там символ всегда есть событие, которое оживляет рефлекс, выделение слюны, появление ощущения. Да? Как конкретно задание? Вспомните, давайте начнем с приятного. Вспомните приятную ситуацию и начните рассказывать об этой ситуации. А ваш партнер будет вам задавать вопрос, когда он будет видеть какие-то ключевые символы и что ты чувствовала, а какие ощущения в силе ты испытывала, а какие мысли ты при этом думала. Да? И вы можете по-разному говорить. Вот, допустим, и вот стою, я смотрю и думаю, как красиво. А ваш партнер говорит, и что ты чувствовала? Какие ощущения ты испытывала? Или потом говорит, и вот я ощущаю какое-то состояние, чувствую радость. И где, в каком месте ощущаешь эту радость. То есть, вы все время с помощью вашего собеседника должны достраивать свое состояние. Потому что это мы привыкли делать. И вот мы брускими, я радуюсь, но я не осознаю ощущения и мысли какие, да? Давайте начнем с радостных событий. Потом, естественно, вы понимаете, мы должны перейти к травматическим событиям. И вот так же умеете описывать свое состояние в этих событиях. Давайте потихонечку вкраплять транс, обучаться вхождению в транс. Значит, и сейчас в трансе, вы снова вспомните какое-то событие. И в трансе вы детально для себя отметите, какие ощущения, какие чувства, какие мысли, какой символ, да? И мы сейчас сделаем ресурсный транс. То есть, мы будем вспоминать только те события, где вы испытывали радость, где вы испытывали гармонию, где вы испытывали единение с природой, с окружающими людьми, да? И вы немножко так усилите себя. Потому что, конечно же, вот почему-то это вот так вот происходит. Когда мы спим, у нас больше негативный интеллект. Мы больше обращаем внимание на негатив и меньше обращаем активное внимание на какие-то приятные вещи. И так, устраивайтесь удобно. И по мере того, как вы почувствуете... Раз, 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 раз. Уже жарко? Да. Ну, кому жарко, раздевайтесь. Раздеться легче, да? Так, значит, раз, 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 раз. И сейчас, по мере того, как вы замечаете, как вдох сменяет выдох, а выдох сменяет вдох, на мой счет, я буду считать, от 1 до 10, вы будете погружаться в трансовое состояние сознания. Для этого вам ничего специального делать не нужно. Просто следите за моим голосом. Следуйте за моими рекомендациями. И замечаете, как вдох сменяет выдох. 1. Ваша тело расслабляется. И дыхание происходит естественно, без усилий. Вдох сменяет выдох. А выдох сменяет вдох. 2. Расслабляется голова. 2. Расслабляется мышцы лица. 3. Расслабляется шея. Как задняя, так и передняя часть шеи. Расслабляется плечи. Вместе с этим улучшается кровоток. И кровь притекает по артериям из сердца в мозг. При этом, по мере того, как я считаю, одна часть вас может слышать мой голос, замечать все, что происходит здесь в комнате и за комнатой. Звуки, голоса. В то время, как другая часть, ваша бессознательная, будет погружаться глубоко в вашу психику, вашу память, ваше бессознательное. И открывать внутреннюю мудрость, которая есть у вас всегда внутри. Вы обладаете одновременно, прямо сейчас, всей информацией для того, чтобы быть счастливыми, здоровыми. И это знает ваше бессознательное. 4. Расслабляется грудная клетка. 5. Расслабляется область спины, мышцы вдоль позвоночника. Расслабляются и приходят в нормальный тонус. 5. Расслабляются мышцы живота, поясничного, крестцового отдела позвоночника. И дыхание становится более глубоким и проходит до уровня пупка. Может, где-то 2 сантиметра выше пупка. И вы продолжаете замечать, как вдох сменяет выдох, а выдох сменяет вдох. Мышцы головы расслаблены, мышцы шеи расслаблены, мышцы рук расслаблены. Мышцы позвоночника в нормальном тонусе. Передняя часть грудной клетки, живот также расслабляются. 6. Расслабляются мышцы тазового дна, промежности. Расслабляются бедра. 7. Расслабляются мышцы голени. 8. Расслабляются стопы. И вы продолжаете замечать, как вдох сменяет выдох. А выдох сменяет вдох. И одновременно вы слышите и мой голос, и все, что происходит вокруг. И одновременно вы можете замечать свои мысли, которые уносят вас в другой мир. Мир относительной реальности, внутренний мир, который иллюзорен, который на самом деле не существует, но кажется таким же реальным, как и этот внешний мир. 9. Все ваше тело расслаблено и подготовлено к тому, чтобы начать путешествие, внутреннее путешествие в глубоком трансе. Ваш транс будет достигать той степени глубины, которая необходима для данного путешествия. И сейчас я подойду к каждому из вас и подниму правую руку. Угу. Хорошо. Очень хорошо. И установлю ее в определенном положении. Угу. Хорошо. Очень хорошо. Да. Так. Так. Вам не нужно поднимать саму руку, я подниму ее сам. Так. Просто следуйте. Угу. Хорошо. Очень хорошо. Отлично. И прямо сейчас ваша правая рука начнет постепенно опускаться на правое колено, правое бедро. Вам не нужно для этого ничего делать. По мере того, как рука будет опускаться, ваше дыхание будет продолжать сменяться вдохом и выдохом, а транс будет углубляться. По мере того, как ваша рука пойдет по направлению к бедру, к колену, транс будет углубляться. Я не знаю, какая скорость необходима. Ваше бессознательное знает лучше. У кого-то это идет стремительно, у кого-то медленно. Но сейчас ваша ладошка будет неизменно двинуться к колену, а ваше бессознательное будет погружать вас все в более глубокий и прочный транс. При этом вы можете продолжать контролировать внешнюю среду. Вы можете замечать все звуки, вы можете замечать запахи, вы можете слышать, чувствовать все, что происходит во внешней среде. Но одновременно сейчас, погружаясь в транс, оживляется другая внутренняя среда, в которой вы также продолжаете существовать, как в реально существующей реальности события. Хорошо, очень хорошо. И по мере того, как рука продолжает приближаться к бедру, транс продолжает усидеться. Хорошо, очень хорошо. Дыхание сейчас может стать более поверхностным, более легким. Но вдох продолжает менять выдох, а ваше тело расслаблено, и вы чувствуете себя комфортно. И при этом рука продолжает движение с той скоростью, с которой необходимо, и приближается к колену все ближе, ближе и ближе. Вам не нужно специально ничего делать, пусть это действие движения происходит само собой. Это может занять очень длительное время, а может произойти очень быстро. Но по мере того, как транс углубляется, ваша рука движется все ближе и ближе к бедру. Для этого вам ничего не нужно делать. Замечайте свое дыхание, как вдох сменяет выдох. И при этом замечайте, что вы можете осознавать все, что происходит вовне. И в то же время у вас появляется другая часть, которая обычно скрыта и бессознательна, которую вы не замечаете. И прямо сейчас перед вами оживляется другой внутренний мир. И прямо сейчас перед вами распахивается вся ваша память, которая содержит всю информацию о том, что с вами происходило. Вообще-то это информационный банк, который содержит информацию и о будущем. Потому что времени нет, есть только момент сейчас. Вы одновременно знаете все, что с вами было и будет. Но все, что с вами было, вы можете вспомнить. Все, что с вами будет, эта информация закрыта. И можно лишь частично урызками увидеть, поскольку так создан человек, такова игра. Будущее знать вы не должны. Хотя оно уже известно, потому что времени нет. Все есть прямо сейчас и здесь. Прямо здесь и сейчас уже состоялась вся ваша жизнь. Хорошо, очень хорошо. По-прежнему дыхание сменяется вдохом и выдохом. Мышцы головы, лица, плечи, живот, бедра, ноги. Ослаблены. И находятся в самом благоприятном тонусе для того, чтобы погружаться в трансовое состояние сознания. Трансовое состояние сознания – это тогда, когда одна часть вас совершенно осознанна и замечает все, что происходит здесь и сейчас во внешнем мире. В то время как другая часть вас, ваша бессознательная, погружает вас в другой мир. Мир мыслей, мир событий, которые, возможно, могли происходить, а, возможно, это даже фантазийный мир. Очень хорошо, очень хорошо. И прямо сейчас перед вами бессознательно открывает доступ к вашему прошлому. И вы можете сейчас легко вспомнить события вашей жизни, где вы чувствовали радость, где вы чувствовали радостное переживание. Я не знаю, когда это было, я не знаю, в каком городе вы жили тогда, когда было это радостное событие. Я не знаю, сколько вам было лет, когда произошло это радостное событие, но знаю точно, что бессознательное сейчас даст вам это событие. Это событие раскроется в вашем подсознании, и вы увидите ситуацию, где вы переживаете радость. И я не знаю, во что вы одеты. Я не знаю, где это событие происходит – на улице или дома, в помещении. Я не знаю также, какие люди присутствуют в этом событии, если другие люди. И я не знаю, как пахло в этом событии, какие запахи, какие цвета. Какое время года – зима, весна, лето или осень. Как вы можете узнать по одежде, по тому, как выглядит улица, если это возможно. И прямо сейчас вы можете заметить телесное ощущение, когда вы испытываете эту радость. И прямо сейчас, с помощью сознания, вы можете, погружаясь в бессознательное, ваше прошлое, увидеть символ, который оживляет эту радость. Что является символом? Это, может быть, хорошая погода, солнце, теплая погода, или это отношение людей, или это какое-то достижение, которое вы смогли осуществить. Но есть какой-то символ событий, который оживляет именно такое состояние – состояние радости. И этот символ вы сейчас заметите, выделите, осознаете. Хорошо, очень хорошо. Так. И по мере того, как вы продолжаете свое внутреннее путешествие в трансе… А транс – это тогда, когда ваше сознание разделяется на то, что есть во внешнем мире, и вы одновременно присутствуете в двух мирах. Вы присутствуете здесь, в комнате, сидя на скамейке, стульях, но в то же время вы одновременно путешествуете в мир ваших мыслей, в мир фантазийный, в мир, который существует в вашем бессознательном. И этот символ – символ, который оживляет радость. Обратите внимание, в каком месте в теле вы чувствуете эмоцию радости. И очень внимательно сейчас осознаете, как вы переживаете радость, потому что мы очень редко замечаем, как мы переживаем радость. Что такое переживание радости? И как вам переживать радость? Легко? Вы открыты для этой эмоции? И насколько вы полно переживаете радость, как эмоцию? Хорошо. Очень хорошо. И теперь, когда вы замечаете, какие ощущения в теле, где локализация этой радости, обратите внимание на ментальный уровень, на свои мысли. Ведь именно мысли формируют радость. Вы как-то думаете так, что вам радостно. И что это за мысли? Как вы думаете о мире, о том, что вы видите, о себе, именно тогда, когда вы чувствуете радость? Хорошо. Очень хорошо. И теперь мы с вами увидели событие, символ в этом событии. И мы увидели, как символ оживляет ваше состояние, которое состоит из мыслей, эмоций и телесного ощущения. Пусть этот символ станет для вас легко доступным. Вы можете возвращаться к этому символу и вызывать вот это состояние радости. и тем самым энергетически себя подкреплять в течение дня. Просто гуляя по улице, просто, может быть, когда вы едете в транспорте, когда просто вы сидите и ничего не делаете, вы можете вспомнить вот такие вот ресурсные символы. Поскольку наш мозг очень часто занят рассматриванием негативных символов. А вы можете, зная структуру работы нашего мозга, можете погружаться в бессознательное, раскрывать память и листать, как приятный альбом, книгу интересную. И вспоминать те события, в которых вы испытывали очень мощный ресурс. И эмоция радости – это энергия, которая часто нам не хватает в жизни. И таким образом вы можете самостоятельно и в любой момент иметь доступ к этой радости. Ну а сейчас вы продолжаете наблюдать дыхание, вдох сменяет выдох. И без привязанности, совершенно легко, свободно, вы отпускаете эти события, эти эмоции, эти чувства. И возвращаетесь в реальность данного момента. Вы вспоминаете, где вы находитесь, что вы сидите на скамейке, стуле. Вы находитесь в помещении. И постепенно мы выходим из транса и остаемся только в одном сознательном состоянии. Мы возвращаемся в реальность сознания сейчас и здесь. И по мере того, как вы будете готовы, можно сделать глубокий вдох, расправить плечи и путь глаза открываются. И вот смотрите, я когда занимался аккультурой, там лечение основано на энергиях. И обычное заболевание – это всегда нехватка какой-то энергии и избыток какой-то энергии. Вот очень часто многие заболевания идут с избытком энергии. Но и аккультура лечит на эмоциональном уровне. Вот, допустим, посырят, считается заболеванием печали, очень много печали, недостаток радости. Есть заболевания, где очень много страха. Ну вот, допустим, экзема – там гнева много. И когда мы обучались, нас обучали чувствовать эти эмоции и добавлять с помощью иголки недостающую энергию эмоцию. И вот, получается, теперь я лучше понимаю, почему мы использовали радость очень часто. Потому что радость – это, ну, где вот спазм – это очень много заболеваний, же они спазм, сжатие, да, скукоживание, закрытость. А получается, что вот сейчас мы обнаружили с вами, что радость – это расширение, это открытость, это тепло, да, это расслабление. И это, ну, некий даже вот связь с чем-то большим, да, свет какой-то, кто-то говорит, да. Поэтому используйте, вот, понимаете, вот кто, как говорят, знание, знание – это сила. И мы охотимся за силой, да, сила. Кто знает, тот использует. Кто не знает, копается в своих мыслишках, да. То есть это можно использовать, потому что, ну, мы же едем в автобусе, у нас очень много времени свободно, когда мы можем полезно для себя провести какую-нибудь такую вот тренировку. Редактор субтитров А.Семкин